И только что мы получили новое задание от Центра. План действий – проникнуть на новый фильм «Мисс Джинсовой Финляндии» и посмотреть скандальную картину Дмитрия Астрахана «Деточки». И, конечно же, мы посмотрим фильмы малых народов. Именно им каждый год посвящают Чебоксарский кинофестиваль. Подвигаемся на позиции. Продолжение следует... Этого показа в Чебоксарах действительно ждали. Фильмы финских режиссеров завоевали любовь чебоксарского зрителя еще на предыдущих кинофестивалях. Поэтому заветные билетики разбирались, как горячие пирожки. Я уже вижу, что в зал собирается войти очень много людей. Это очень зрители, это очень радует, потому что сегодня будний день, 10 утра, и так много людей собралось. И я вижу, что и молодые люди, и разного возраста. Это говорит о том, что интерес к финскому кинематографу растет год от года. В этот раз зрителю обещанную финскую ленту «Мисс Джинсовой Финляндии» не показали. По техническим причинам премьеру пришлось перенести. Но публику без зрелища все-таки не оставили. Вместо заявленного фильма показали картину Карана Шахназарова «Любовь в СССР». Представила ее председатель жюри фестиваля Татьяна Яковенко. «Любовь в СССР» – новая монтажная версия фильма «Исчезнувшая империя». Но, как отметила Татьяна Яковенко, это уже другая история – монтаж и музыка. Фильм вышел в прокат в марте этого года. В центре – классический любовный треугольник. Два друга влюблены в одну девушку. Сергей, Степан и Людмила учатся в одном институте. Ссорятся, мирятся, одерживают первые победы и разочарования. История любви разворачивается в 70-е годы прошлого века. Чебоксарский зритель эту переделку Шахназарова принял с восторгом. Многие решили посмотреть картину еще раз. Завтра, 25 мая, такая возможность будет у всех желающих. Специально, чтобы представить любовь в СССР, в Чебоксаро приедет режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Начало показа в 10.30. В картине Дмитрия Астрахана выйти на большой экран не помешало ничего. Скандальным этот фильм критики назвали еще до премьеры. Деточки именно так назвали свою группировку воспитанники детского дома. Они объявили войну продажным чиновникам, наркобаронам, подкупленным судьям. Ангелами их назвать сложно, за ними темное прошлое. Депутат на дороге сбил школьников, главный врач ребенка отказался лечить и потребовал взятку. Когда полиция бездействует, за дело берутся народные мстители. Преступникам они устраивают публичную казнь. Вот такие супермены современности. В этом фильме самосуд – это вынужденная мера. Это шаг отчаяния. Это шаг, потому что убийцу убивают. Один убил второго. Все знают, никто не останавливает. Он идет убивать третьего. Ну и кто-то же должен его остановить. В конце концов, деточкам тоже объявляют войну. Прокуратура выходит на их след. Бойцы ОМОН при захвате грозятся расстрелять мстителей. Но на их защиту стоят беспризорники большого города. История, выдуманная сам Астрахан, назвал ее сказкой. С намеком на реальность. Картина впечатлила многих зрителей. Не зря правильное название было вначале, что это сказка. Все-таки, наверное, то, что мы бы хотели решение наших проблем какое-то. Мы не видим его. Решение этого со стороны органов, государства нашего. Хороший фильм, сильный фильм. Самое лучшее впечатление. Я считаю, что этот фильм надо показывать всем и везде. Эти картины никогда не попадут в широкий прокат. Но на Чебоксарском фестивале им всегда дают зеленый свет. Фильмы малых народов – отдельная страничка нашего кинофорума. В этом году на суд зрителей свои работы представили режиссеры из Якутии, Бурятии, Ханты-Мансийской и Чувашии. Анастасия Юсубова свою картину сняла без единого дубля, только на одну камеру. Все действие разворачивается на сцене. Именно театральная постановка сподвигла режиссера на съемки этой картины. Главные роли исполняют непрофессиональные актеры, жители небольшого Ханты-Мансийского городка. В основе пьесы лежит сюжет, известный в краях Юсубовой повести. Там много таких достаточно противоречивых и не совсем приятных для власти вещей. И она как-то не очень, я так поняла, не очень востребована и не очень известна. Я решила, что у этой книги должна быть вторая жизнь. И вот моя пьеса – это ее вторая жизнь. Название «Гаснущий очаг» говорит само за себя. Советская власть проникает в самые отдаленные уголки страны. Чтобы крепче держать в кулаке глубинку, большевики заманивают в свои ряды местное население. Главному герою фильма предлагают должность председателя колхоза. Свой фильм Анастасия Юсубова никогда не представляла зрителям. Впервые в программе кинофестиваля – картина чувашского режиссера Ольги Матвеевой. На протяжении 30 минут герои короткометражки рассуждают о том, что такое любовь. Фильм «Решение треугольников» завязан на коротких диалогах, которые заставляют каждого задуматься. Докладываем центру. Задание выполнено. Впереди очередная миссия. Церемония закрытия. Форма одежды парадная. Агенты национального телевидения к работе готовы. Агенты национального телевидения к работе.